Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давно не слышались по ряду обстоятельств. Но сегодня мы будем говорить вместе с Вадимом Родионовым о такой интересной вещи, как Стэнфордский эксперимент, который состоялся почти 50 лет назад. Это надзиратели и заключенные. Это роли такие. Это был Шон Стэнфордский, это Стэнфордский университет при тамошнем психологическом факультете. Некий джентльмин по фамилии Зимбардо устроил такой эксперимент. Он, в общем-то, давно уже всюду на слуху. Если в сильно упрощённом виде, то он звучит следующим образом. Дали объявление о том, что нужны люди для эксперимента в области психологии людей, находящихся в тюрьме. Откликнулись энное количество студентов. Их арестовали со всеми совместными правилами. А, до того бросили монетку и разделили их на надзирателей и заключенных. И потом заключенных торжественно арестовали, доставили в полицейский участок, обыскали, отправили в специально построенную для них имитированную тюрьму. И надзирателям дали указания, без физического насилия и так далее, но создать для них как можно более некомфортную среду. Что-то пошло не так. И эксперимент, который был рассчитан на две недели, был закрыт на шестой день происходящего. И по общепринятой версии, сам наиболее упрощённой, в надзирателях немедленно проснулись тираны, которые начали всячески издеваться и терроризировать заключенных. В заключенных проснулись покорные жертвы, которые всё это смиренно переносили. И, мол, всё это приняло настолько неприличные формы, что пришлось срочно прервать эксперимент, чтобы никто не пострадал. Ну, в действительности это несколько сложнее, потому что по статистике садистами и тиранами оказались не все надзиратели, а только треть из них. Совсем не все заключённые были покорны. Были конфликты. Один заключённый впал в состояние категорического протеста, он впал в панику, в состояние совершенно неадекватного, он требовал немедленно отпустить его, в итоге его отпустили. Потом пронёсся слух, откуда пришла информация, что он с друзьями собирается явиться и освободить остальных заключённых, поэтому тюрьму срочно перевели на другой этаж. Импровизирован, он так и не явился. И потом всё равно это стало накаляться, и они расстались. В историю вошли. Вошли. Но эксперимент с такой достаточно неоднозначной репутацией. В дальнейшем он много раз пересматривался, его подвергали сомнению. Сам Зимбардо неоднократно всплыл с докладами по этому поводу, говорил о том, что он хотел вообще, это эксперимент о том, что происходит в тюрьмах и как надо обустраивать тюрьмы. И говорят, что после доклада в эксперименте многое в тюремных порядках было изменено. Есть такая информация в интернете. Почему мы об этом сегодня говорим? Потому что то, что привлекло больше всего моё внимание во всём этом, окей, понятно, что люди, наделённые властью, многие из них становятся тиранами, люди, подчинённые, иногда впадают в совершенно пассивное состояние. Что интересно, никто же их не отбирал с помощью отдельных тестов. Никто не отбирал отдельно людей, озабоченных властью, наделённых садистическими чертами и отдельно людей, склонных к покорности. Все они были распределены путём подбрасывания монетки. То есть случайный фактор. То есть случайный фактор. То есть вопрос, если бы монетка упала иначе, не исключено, что садисты-надзиратели стали бы покорными заключёнными, а покорные заключённые садисты-надзирателями. Это то, что называется «роль определяет поведение». То, что называется, как много всего в нас сокрыто. Как много в нас всего сокрыто, и откуда берутся и тираны, и жертвы из одного и того же источника на самом деле. В дальнейшем этот эксперимент много раз подвергался пересмотру, пробовали подвергать изучению всё принципа отбора. И значительно польза в 2000-х годах пара психологов сделала такой свой эксперимент. Они сделали объявление одно, что нужны люди просто для психологических экспериментов, а второе объявление было о том, что нужны люди для экспериментов, связанных с тюрьмой, с тюремным поведением. И откликнувшихся добровольцев сравнили, провели через некоторое психологическое тестирование. Оказалось, что люди, которые заинтересовались экспериментом, связанным с тюрьмой, изначально были наделены куда большим количеством психопатических черт. У них были социопатические черты, нарциссические черты, то, что называется макеавелизм, то есть склонность к обману, манипулированию и тому подобное. То есть люди, проявлявшие интерес к теме тюрьмы и происходящего там, уже изначально обладали некоторыми очень специфическими особенностями. Более того, по некоторым источникам, где-то опять же в 2000-х был приведен похожий эксперимент, но там или подобраны другие люди, или люди, которые уже знали о Стеновском эксперименте. То есть там все произошло по-другому, там заключенные достаточно быстро начали бунтовать, охранники растерялись, причем заключенные оказались куда более сплоченной группой, чем охранники. Кто-то забаррикадировался в камере, кто-то даже попытался захватить отделение, где находятся охранники. То есть, очевидно, с течением лет у людей склонность к свободолюбию стала более заметной и подчеркнутой. Но здесь, мне кажется, что можно еще рассматривать с точки зрения системы, которая разрешает что-то делать, потому что мы уже неоднократно затрагивали в нашем эфире такие темы, как, например, Холокост, когда люди, которые, казалось бы, не были склонны к каким-то убийствам и жестокости, просто выполняли свою чудовищную работу. И, в общем-то, потому что им это разрешили. Вот Стенсорский эксперимент не показывает это. Когда можно, тогда можно становиться зверем. Это легализовано, и ты можешь, в общем-то, отключить все человеческое, человеческое, и кажется, что вроде как бы ничего не нарушаешь, потому что тебе же это разрешили. По-моему, кто-то из классиков нацизма сказал эту фразу ужасную, я не помню его. Человек только подкрытый тонким слоем лака, прирученный дикий зверь. И вовсе чем нацисты и занимались, выпускание этого зверя на свободу. Я думаю, что вопрос-то не в том, что когда можно, вопрос в том, что в нас содержится изначально. Но кто-то ведь определяет этот тумблер, хоп, и включает этого зверя. То есть, когда, не знаю, пропадает какой-то страх, что тебя накажут, когда тебе говорят, что это можно, и это правильно, и это хорошо, и это даже поощряется, и тогда человек отключает вот эту свою человеческую настройку, там весь гуманизм, который, возможно, и… Это же не обязательно заключается только в людях, которым разрешено быть палачами. Это печальная история с литовской писательницей Рутой Иванагайто, которая написала книжку об истории Холокоста в Литве. Наша, да, она называется? Да. Которая написала не только о том, что часть литовцев участвовала в этих зондеркомандах, в истреблении евреев и так далее. Все о том, что остальная очень большая часть населения, зная, что происходит, спокойно делила вещи убитых людей, квартиры убитых людей и так далее. Ну, как у Галича, да, если хочешь попасть в палачи, промолчи, промолчи, промолчи. Да. Здесь не только промолчи, здесь как-то спокойное получение выгоды. Поэтому, мне кажется, мы очень можем расширенно толковать, что просыпается в людях, когда можно, и за это ничего не будет. Но это показал Стэнфордский эксперимент? Вот это отсутствие, в общем-то, точнее, не отсутствие, а то, что это очень тонкий слой человечности. И он показал. Но мне кажется, здесь не только об этом речь. Помните, был такой эксперимент Милграмма, когда брали людей, которые должны были наблюдать через экран некий, или через окно человека, который выполняет некие задания, и когда он выполняет их неправильно, у них был такой тумблер, они имели право ударить его током, чтобы он дальше из-за задания лучше. Люди не знали, что потусторсит актёр, что ток к нему не подключён. Но рядом с ними был посажен человек, который говорил, увеличивай давление, увеличивай силу удара, он не справляется, увеличивай ещё силу удара. И где-то на шкале был отмечен уровень заряда, который был связан уже со смертельным исходом, так о том говорили. Вот подавляющее большинство людей, кто-то сидел рядом и говорил, давай ещё, увеличь, люди соглашались. И при том, что актёр по ту сторону экрана очень правдоподобно изображал судороги, крики, боль, мучения и так далее. И опять, это не были же отобраны специально люди с садистической наклонностью. Это были обычные люди, вроде нас с вами, Вадим. Ну, то есть, получается, что нам дают некий инструмент власти, нам говорят, что это нужно, это правильно, и, соответственно, здесь уже начинает отключаться что-то человеческое. То есть, как психически это можно объяснить? То есть, что человек, который нажимает на эту кнопку и видит, что там человеку плохо, он всё равно продолжает её нажимать. То есть, как это происходит, если у человека нет садистических наклонностей? Как это можно себе объяснить и как это можно себе простить? Во-первых, их просто никто не выявил с помощью тестирования. Что в человеке просыпается, неизвестно. Вы хотите верить, что не каждый человек садист? Во-вторых, эта же ситуация очень интересная. С одной стороны, возможно, в человеке есть садистические наклонности, а возможно и нет. С другой стороны, рядом сидит кто-то, кто тебе отдаёт приказы. С тебя снята всякая ответственность. Что часто звучало на Нюрнбергском процессе и процессах вроде него, мы выполняли приказ. Ну да, это упрощает. Да. И когда с тебя снята ответственность, когда есть ощущение, что ты участвоваешь в правильных событиях, кстати, один из игравших охранников в Становском эксперименте и тот, который по общему мнению был наиболее садистичным у всех охранников, потом спрашивали, почему он говорил, ну, я понимал, что это эксперимент, на это нацелены, что от меня этого ожидают, и я старался изо всех сил. То есть он просто хотел хорошо выполнять свою работу? Да, он добросовестно исполнял свою работу. Насколько он получил от этого удовольствие? Не знаю, спрашивали ли его, и не знаю, готов ли он был на это искренне ответить. Но кираническая, палаческая функция включается в самых разных ситуациях. И опять она не всегда включается в моментах совершенно очевидных. мне кажется, опять основная, ну, для меня основной смысл Стэнфордского эксперимента и тому подобных экспериментов, мы все вынуждены с некоторым страхом вглядываться в себя. Вот если взять еще в качестве примера, например, Освенцин и тех людей или нелюдей, которые там работали, ведь все-таки при огромном штате этого лагеря со стороны там нацистов, ведь не все же были садистами. То есть, как человек себе объяснял то, что происходит? Ведь в какой-то момент мы только можем предполагать, потому что мы этого не видели, и я надеюсь, что этот чудовищный опыт больше не повторится, но тем не менее, человек же видит, что происходит. То есть, он должен себе как-то объяснить, что я здесь делаю. Потому что не каждый немец, который там работал в Освенцине, наверное, был садистом. Я думаю, что можно всех отослать к замечательной книге и очень страшной книге Джонатана Литтла «Благоволительница», где очень хорошо, явно автор продел огромную работу, очень хорошо описаны самые разные мотивации людей, которые творили ужасные вещи. Но я проанонсирую, что мы пытаемся сейчас с Джонатаном Литтлом договориться об интервью. Мы с ним связывались по телефону, так что, возможно, у нас получится. Звучит очень захватывающе. Как описывал это Литтл, который проработал архивы и очень много всего. Кто-то наслаждался этим, кто-то говорил, что мы должны выполнить тяжелую работу в интересах Родины, кто-то делал подобные вещи и разрушался, мог покончить с собой или с Пицей, или еще что-то. Но везде же были свои методики. Кстати, методика, которая была использована в статистском эксперименте, сквозь слово дегуманизация. То есть человек не человек. Когда человека осознанно лишают человеческих черт, черт личности. И это для угнетаемых важно и для тех, кто угнетает. То есть люди, которые сейчас в эксперименте были мужчинами, на них всех надели какое-то странное платье, какой-то балахон, похожий на женское платье, надели на них на голое тело, без белья, на голову надели что-то вроде из женского чулка, что должно было имитировать бритую голову. На этом платье был вышит или нарисован номер, и охранники называли их только по номерам, имён их лишили. То есть это есть то самое, когда людей лишают пола, лишают человеческой сущности. И таким образом, в общем-то, люди уже имеют дело не с людьми, а с чем-то похожим на людей. Но это ведь практиковали в Руанде во время геноцида Тутси, когда называли тараканами и, соответственно, по радио там. Это практиковали везде, на протяжении всей человеческой исты. Ну и нацисты тоже. Тараканы, недочеловеки, и ещё много-много всего. Здесь вот, я просто задумываясь на эту тему, когда даже едешь в электричке, простой пример, и можно выйти с левой стороны или с правой стороны, и ты видишь, как реагируют люди, когда кто-то один поворачивается и поворачивается даже, допустим, ошибочно. То есть, все люди просто поворачиваются за ним, а потом вроде осознают, что перрон-то с другой стороны. Но первая реакция, я часто за этим наблюдаю, когда еду в путь, повернуться за тем, кто повернулся. Вот это психология толпы. Мы поговорим об этом после небольшой паузы, обсудим. Сегодня мы говорим в рамках программы Диагноз недели о Стэнфордском эксперименте. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа Диагноз недели. В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Звоните нам 672 12 93 9 672 13 93 9 пишите ватсап 230 6191. Кстати, можете звонить нам из-за рубежа тоже, Кот Латвии плюс 371. Ну вот, возвращаясь к тому примеру, который я привел, когда в электричке смотришь и человек один поворачивается в сторону перона, а это оказывается там просто рельсы, то люди часто инстинктивно поворачиваются за ним. Это то, что мы называем психологией толпы. Вот насколько психология толпы вообще была проработана, на ваш взгляд, в Стэнфордском эксперименте? Она имеет свой... Ну, там трудно говорить о толпе. О неком сообществе. Сообщество, но толпа это немножко отдельный организм. У него свои законы возникают в толпе. Это Стэнфордский эксперимент был очень структурирован. Это все-таки не толпа. А то, что люди, да, подражают... Часто, когда едешь на машине, увидишь, что есть два ряда. Ну, все выстроились в один, а в соседнем ровно одна машина. Хотя... Вообще психологически тяжело повернуть, потому что... Лучше встать за следующего, чьему-то примеру уже последовало. Или снять себя ответственность. И это тоже. В какой-то степени. И это тоже. Так вот, я к чему клоню. Вот это зерно тирана и зерно жертвы, которое живет в каждом из нас. И которое в этом эксперименте, благодаря некой условно подброшенной монетке, какой-то момент, монетка падает не орлом, а орешкой, в те просыпаются или открываются и вещи, которых ты себе не знал и никогда не подозревал. Или знал, или подозревал. И такое тоже может быть, потому что есть латентная форма. Вот помните фильм «В осаде», где играл еще Брюс Уиллис, там как раз террористические акты в Америке. И генерал, к которому обращались, давайте введем положение, он говорит, подождите, не надо этого делать, я вас предупреждаю, что будет плохо. И он несколько раз говорил, что если я встану во главе вам всем будет плохо. А не наставили, он стал, ну и всем стало плохо. Он знал, что будет примерно. Да? Глядя на этот фильм из нашего времени, думаешь, так ли уже был неправ этот генерал? Ну, наверное. Так вот, о тиранах и жертах в каждом из нас. Ну, уже давно известно, что, в общем-то, садомазохистские отношения в каждом саде есть составляющая мазохическая и наоборот. Точно так же, мне кажется, тиран и жертва, готовность быть жертвой и готовность угнетать жертву, это очень часто и практически всегда черты одного и того же человека. И я слышал много историй своих пациентов, об их родителях, которых они ощущали как очень тираническими фигурами. И что меня очень удивляло, очень часто звучали истории не о том, что если я не буду слушаться, меня изобьют или лишат всего на свете и так далее. Очень часто звучало, что папа или мама обидится. То есть, страх расстроить. Страх расстроить. Причем, действительно, вот мне очень запомнилась история о человеке, который достаточно жесток, который вроде жестко правил своей семьей, всем отвел их роли и никому не дал вздохнуть лишний раз. И этот же человек, когда пришел домой и ему не был приготовлен обед, который он хотел, он взял что-то из холодильника, ел, сидел и искренне плакал от обиды. Вот вы думаете эту картинку. Человек жесткий, доминантный, он сидит, ест, у него по лицу текут слезы, потому что ему искренне обидно, он себя чувствует несчастным, он себя чувствует обиженным. И вдруг в самом-самом тиране просыпается нечто очень детское и очень уязвимое. Вот мне эта история, вообще мои представления о мире благодаря рассказам моих пациентов очень меняются. И эта история мне очень запомнилась. И для меня и благодаря этой истории и многим другим образ тирана перестал быть настолько однозначным. Но тиран нередко травмированная личность. Тиран всегда травмированная личность. Тиран всегда травмированная личность. И нотки тиранические встречаются и здесь и там. Более того, есть на свете тирания слабости, тирания не за счёт усилов, не за счёт чувства вины, которое навязываем окружающим. Есть мы сегодня упоминали людей, которые участвовали в Холокосте, мирное население, а не отборные эсэсовцы и так далее. Давайте посмотрим на людей, которые вдруг получают ощущение власти над судьбами окружающих. Карил времена, коллективные осуждения и грозные письма. Мы посмотрим, как сейчас во время движения Black Lives Matter людей, которые просто не поддерживают принятую точку зрения, их увольняют с работы и не потому, что так решает начальство, а потому, что идёт шквал возмущённых писем с требованием уволить коллегу, уволить сотрудника и так далее. Но здесь же ещё включается самоцензура очень сильная, потому что страх, который, может, ты не согласен, но если ты выскажешь, что ты не согласен, тебя просто там начнут разносить в клучья в социальных сетях, допустим. Или ещё где-то. Ну, вообще, тенденция, когда меня пугают такие, на самом деле, истории, когда вроде бы неплохие начинания, как там попытка добиться равенства, превращаются в обратную диктатуру. Когда ты говоришь, ребят, ну, не надо уже, в общем-то, превращать это всё в абсурд, и ты вдруг становишься расистом. Я с некоторым сексистом вспоминаю, сравнительно, невинную историю. Много лет назад был некий депутат в партии Согласия, часть которой выложил в интернет, ну, скажем, мягко говоря, не очень талантливый ролик. Он придумал ролик... Песню Согласия. Да, ролик в поддержку Согласия, песню. Песня была написана плохо, с очень плохим текстом, с грамматическими ошибками и так далее. И вроде бы вполне себе нормальные люди начали всячески развлекаться в комментариях по этому поводу. В общем, на авторе оттоптались как следует. И я грешен, я тоже написал пару ироничных комментариев по этому поводу. И вдруг, когда я всё даже прислёплю, это накрывает ощущение стыда. Я говорю, что есть человек, который никого не хотел обидеть, который написал не самое удачное стихотворение, которое искренне или наивно выложил в интернет. И теперь его с упоением пинает толпа людей, и я в том числе, которые считают себя образованным, смотрятся высока на его творческие потуги. И мне стало неимоверно стыдно. Это, по-моему, был последний раз, когда я принимал участие в критике кого-то в публичных обслужениях в интернете. Если мне кто-то не нравится, я могу это обсудить с кем-то лично, я могу где-то написать в личных комментариях, но я больше никогда, никогда не пишу, не участвую в такой вот травле даже за справедливое дело. Это тоже история о тирании. Борде, всё понятно. Но это ведь история ещё и о самовозвышении в какой-то степени. Тирания всегда самовозвышение. Конечно же, тиран всегда возвышен. Мы пытаемся унизить кого-то, даже, возможно, я понимаю, о чём вы говорите, и соблазн иногда вмешаться в какой-то разговор, он появляется, когда ты видишь какую-то вещь, просто я согласен с вами, что вот это чувство, которое, есть иногда соблазн, какая-то некая реакция, они написают ли, а потом ты думаешь, зачем? Зачем я хочу указать то, что этот человек что-то сделал, на мой взгляд, плохо, и подчеркнуть это в публичном пространстве для того, чтобы что? Чтобы показать, например, насчёт возвышения, тиран всегда хочет возвыситься, но тиран не терпит возвышение кого-то другого, потому что он должен один возвышаться над общей массой. Есть прекрасная история из-за тавтологии, из истории, когда к одному известному греческому тирану, правительству, тогда тиран был просто владелем государства, к нему из другого царства один царь направил своего сына, чтобы тот научился править. Тот пришёл к тирану и спросил, как надо правильно управлять страной, тот взял его с собой в поле, и где в поле росли колосси выше, то и всех колосси он сшибал мечом. По-какому, надо подравнивать, нельзя никому позволять, кроме тебя, возвышаться. У нас звонок? Да, звонок, премиум. Его, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, Ларис. У нас на заводе в одном секторе ушёл начальник. Да, сделайте потешу радиоприёмник, Лариса, а то мы эхо слышим. Им предложили со стороны, но они захотели выбрать из своей среды. Выбрали одному мужчину, был милейший человек, но когда он стал начальником сектора, оказался такой поганец, и они никак не могли понять, или он притворялся до этого, или что. В общем, это было что-то ужасное. Спасибо. Спасибо. Я, кстати, знаю такие примеры. Коллега был абсолютно нормальным до того момента, как его поставили начальником. Все мы с этим сталкивались. Подменяли и становился совершенно невыносимым. Все мы с этим сталкивались на уровне в институтах, где угодно. Как сказал какой-то английский философ, по-моему, всякая власть развращает, абсолютную власть развращает абсолютно. Но не всех. Не всех. Далеко не всех. Есть люди, которые абсолютно органично чувствуют себя на руководящих должностях, и никак в них не проявляется какая-то диктаторская составляющая. Мне кажется, это вопрос еще уверенности в себе, в том числе. Уверенный человек не пытается кого-то подавить. Я думаю, что мы опять все-таки, помятуя, что мы имеем какой-то отношения к психотерапии, мы помним такую вещь, как бессознательная. То есть, я думаю, что, к сожалению, совсем не всегда люди способны осознавать эти импульсы, которые ими движут. люди, поддающиеся гневу, или люди холодно, обдуманно и расчетливо причиняющие боли, унижающие остальных. Это совсем не всегда себе рационально объясняет. То есть, можно это всегда как-то рационально объяснить, почему это делается. Я думаю, что даже серийный убийца находит объяснение, почему он выбирает тех или иных жертв себе. У него всегда есть какое-то объяснение. Это, кстати, Стивен Кинг часто очень хорошо прописывает. Да, да. Вот эти объяснения. Поэтому одна вещь это тиран, которого создаёт наше бессознательное. Но вторая вещь, как мне кажется, в том же стендовском эксперименте, тиран, который пышно расцветает на чужой покорности. Вот та часть подброшенной монетки, которая заставляет людей безропотно принимать власть, безропотно меется всеми унижениями, причём под самыми разными предлогами. Всякая власть от Бога, например. Кто властью наделён, он имеет полное право. Но это тоже ведь получается, что мы просто перекидываем ответственность уже на Бога, а с Бога, как известно, сложно спросить. Или люди, которые всегда найдут в себе некое чувство вины, за что меня наказывать. Это была фраза, много раз повторялось, любого человека есть за что посадить, любого человека есть за что наказать, возьми любого и что-то в нём найдёшь. По-моему, у Дюренмат была такая пьеса или авария, где случайного человека местные развлекающиеся интеллектуалы приводят на суд и вообще ничего о нём не зная, они начинают о нём разговаривать, находить в нём какие-то слабые места. Когда его уводят, что он ожидал приговора, когда его приглашают, сообщают, что на самом деле это просто интеллектуальная игра, оказывается, что он повесился, не вынес, и чувствует гнёт и чувство вины. Я думаю, что это настолько взаимоподпитывающие системы, чья-то жестокость, чья-то тирания, чья-то покорность, и это настолько, как показал эксперимент, легко взаимозаменяемо, и этому так легко, хотя опять истоки этого, я уверен, что бессознательны, но этому легко найти осознанное объяснение и неоправдание. И не важно, о чём идёт речь, о католиках, режущих гугенотов, кстати, как в истории известно, просто не так известно, что гугеноты тоже вообще резали католиков с большим удовольствием. Ведь можно здесь вообще посмотреть, даже если взглянуть на восстание Спартака и рабов, и, соответственно, когда меняется власть, например, возьмём даже некую абстрактную, в «Игре престолов» это хорошо показано, когда бывшие рабы и Дейнерис потом начинает, их освобождает, и они начинают всех там жечь напалмом. История о том, что очень быстро жертва становится диктатором, причём ещё более страшным диктатором, чем был до того. То есть, вот это ведь тоже мы часто наблюдаем, желание отомстить, желание отыграться и желание почувствовать тем, кто, в общем-то, стоял над тобой. Есть тоже известная банальность о том, что раб не мечтает быть свободным, раб мечтает стать господином и иметь своих рабов. В книге Геллеровского «Москва и москвичи», посвящённой московским кабакам, трактирам и ресторанам, упоминается интересная вещь. Те, кто были лакеями, официантами в ресторанах, терпели придирки клиентов, насилие, после работы они собирались, ехали в другой кабак, там клиенты, и там начинали беспощадно гонять своих коллег. То есть, почувствовать себя людьми хотели, да? Да. Но это ведь дедовщина в армии. Это точно такой же принцип. И это та же история. Но опять же, здесь всё-таки мы ведь исключаем из этой некой тенденции отдельных людей. Причём, эти люди могут быть совершенно разными. почему Жаня Слипки спасает евреев? И вроде как там говорят, человек там и образования вроде у него нет какого-то и так далее. А вот он хоба и становится праведником мира. Я думаю, что образование здесь вообще ни при чём. Да, вот это тоже весь очень интересный момент. То есть, с одной стороны, мы вроде как смотрим, что те же там нацисты, некоторые образованные и так далее устраивают концлагерия. Я думаю, доктор Менгеля был прекрасным врачом и высокообразованным человеком. Я думаю, что очень многие насколько рассказывают историю, очень многие нацисты получили классическое немецкое образование. Германия была знаменита своим образованием и своей культурой, что совершенно никому ни в чём не помешало. Ну, процессор профессор Ленарт, который мы наблюдали за его изменениями, когда он, в общем-то, лауреат Нобелевской премии, а потом начинает травить Эйнштейна и приходит в итоге к тому, что наука должна быть разово правильной. Но, тем не менее, вот это как иммунитет получается. Вот есть такая аналогия с вирусом, да, то есть, вот есть люди, у которых есть иммунитет, это там Жанец Липке или Шиндлер, про которого Спилберг снял фильм, да, то есть, у них же что-то включается, и то есть, вот когда вся толпа, там, не знаю, вот эти люди начинают служить этой системе чудовищной, они почему-то действуют по-другому, и они рискуют своей жизнью для того, чтобы спасти, казалось бы, совершенно чужих им людей. Я думаю, что это непредсказуемо, я думаю, все, что здесь могут сделать люди, это вслушиваться сами в себя и понимать сами себя. Я думаю, что, конечно, такие ситуации, как Вторая мировая, Холокост, геноцид тут в Север-Уанде, и еще множество и все эти известные погромы, которые были, когда началась, после распада Советского Союза, это экстремальные события, которые в истории встречаются сравнительно не так часто. Но они очень сильные маркеры. Они очень сильные маркеры, но намного чаще мы сталкиваемся с этим в повседневной жизни. Это не так заметно, это не так заметно, но намного чаще мы с этим сталкиваемся в своих семьях, в своих соседей, и в общество очень часто люди при этом то самое молчаливое, большинство не решаются вмешиваться, потому что считают, что это их дело, нельзя лезть в чужую семью, у людей свои правила, у людей свои понятия, кто мы такие, чтобы им указывать. А МИТУ, антихаррассмент, то, что сейчас мы наблюдаем, вот эта история про чернокожее население, это попытка выйти из этого некого такого молчаливого большинства? Вот что сейчас происходит в этом смысле? Ну, я не берусь в своих масштабах, но, насколько мне кажется, это та самая история, когда хочется не просто, нет никаких сомнений в том, что сексуальное домогательство – это плохо, нет никаких сомнений в том, что это должно быть прекращено, никаких сомнений в том, что расизм – это плохо. – Но когда это превращается в охоту на ведьм, когда это превращается в травлю, когда люди тоже, как в 1937 году, по одному подозрению лишаются работы и всего остального, и патации, когда людей увольняют с работы просто за то, что не поддерживают чью-то идеологическую линию, на самом деле это смена одной тирании и другой. И мы опять вспоминаем почему-то, что революции, что французская революция, что октябрьская революция, все это, как писали Стругацкие, кончилось кровавым безобразием. Именно потому, что те, кто ощущали себя униженными, добирались до власти. Но на самом деле, если мы посмотрим, совсем не всегда наибольшими палачами были угнетённые. Если это были бывшие крестьяне или бывшие гладающие рабочие, я думаю, что ни Дантон, ни Робеспьер не относились к угнетённому меньшинству. Я думаю, что люди, которые были ответственны за пролитие рек крови, то есть тиранами, не потому, что они мстили за годы беспросветные бедности и зависимости от кого-то. Речь о чём-то другом. Вот можно ли диагностировать в себе склонность к тирании, потому что часто бывает, живёт человек достаточно долго и не думает о том, что в какой-то момент, когда обстоятельства изменятся, он сможет стать жёстким диктатором или тираном. Мы видим это на каких-то экстремальных примерах. В условной стране начинается война, и появляются люди, которые, не знаю, слесарем работал, в ДНР мы видели, или работал каким-то просто рабочим, а потом он вдруг становится лидером военизированного движения, где там абсолютно жёсткая диктатура внутри. Кстати, о власти во времена гражданской войны редко удилить совпадение, но очень много тех называли банды или ещё где-то были бывшие школьные учителя. Вот это интересный феномен ведь. И вдруг обстоятельства меняются, и люди, которые, казалось бы, там, жили простой, тихой жизнью, становятся теми самыми тиранами. Я думаю, что это, как бы сказать, мы с... Как ты уже упоминал одну из передач, была такая замечательная книга «День Трифидов». Да, Джон Уиндом. Да, когда вдруг меняются определённые обстоятельства, и некий вид вдруг получает все преимущества для доминирования, и не замерил этим воспользоваться. Я думаю, что с людьми то же самое. Многие люди могут спокойно прожить, будучи умеренными тиранами у себя дома, пока вдруг не проявляется возможность. Но ещё раз, войны, массовые какие-то потрясения, катаклизмы, это... Это исключительно. Не так часто. Мне кажется, куда сложнее прислушиваться в себе и искать в себе наклонность тирании в повседневной жизни. Прислушиваться к себе, когда ты имеешь дело с людьми, зависимыми от тебя, по службе, чисто иерархически, или материально зависимыми от тебя, или ещё почему-то. Или эмоционально. И использование власти, наверное, всегда сопряжено, должно быть, в идеале, с какими-то вопросами к себе. Я что сейчас хочу делать и что мной на самом деле движет. Наверное, на свете нет идеальных людей. На свете, наверное, мы все совершали некие несправедливости. Вопрос в том, насколько мы способны осознать, что ты был несправедливым, на самом деле делать от этого выводы и поменять стереотипов поведения. А есть люди не хотят менять. Как было сказано в фильме «Убить дракона», ну почему же ты стал первым учеником? Нас всех учили, он говорит, вообще ты стал первым учеником. И почему есть люди, которые становятся первыми учениками? Почему есть люди, которые, сражаясь с тиранией, вроде бы, становятся такими тиранами, что всем мало не покажется, что люди, борющиеся социальной несправедливость, становятся угнетателями почище тех, с кем они сражаются. И это вопросы вечные, они будут как существует человечество. Я думаю, что нам этого не избежать. Я не буду словом «беспощадный». Может, такой беспощадный самоанализ или иногда умение услышать чьи-то замечания в свой адрес и прислушаться к себе, насколько несправедливо, и попытаться ответить на это беспристрастно. Это навыки, необходимые каждому из нас. Где мы сталкиваемся с властью? На работе и в семье. В общем-то, больше нигде. Но вот еще все эти массовые травли. Вот в том же Фейсбуке есть, как бы это сказать, в массовом сознании весьма популярные персонажи. С ними можно быть несогласным, их можно недолюбливать, но вот участвовать в их массовой травле, оно как-то стоит задать себе вопрос, зачем я это делал, потому что я-то явно не могу получить сдачи. Я сейчас слился с большинством и наслаждаюсь этим упоением наказания виноватого. Кто мне говорит, борец за справедливость или человек, временно получивший власть. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Это была программа Диагноз недели. Впереди двухчасовой вечерний интерактив. Ариэлю мы говорим спасибо и встретимся на следующей неделе. До свидания. До свидания.